Диви Бхарти получила награду Film Farm 1992 года как свежее новое лицо и умерла на пике популярности. В памяти о ней Саджиев Надья Двала, продюсер, продолжает вставлять ее имя в начало всех своих фильмов. Но что бы там ни говорили, Болливуд потерял талантливую и красивую актрису. Диви родилась 25 февраля 1974 года в семье Митты и Ома Пракаша Бхарти, дочь страхового офицера от второго брака. Она родилась и выросла в Мумбаи. Детство провела в Хайдарабаде, училась в девятом классе, когда к ней начали обращаться продюсеры с предложениями сняться в кино. Диви Бхарти стала звездой с первого же своего фильма и все в Болливуде пророчили ее окружительную карьеру. И, наверное, она была единственной актрисой своего времени из множества молодых, у кого было на руках 14 фильмов и ни один к тому моменту еще не вышел. Она была многообещающей актрисой, очень красивой и живой, но погибла нежданно-негаданно в столь юном возрасте при очень таинственных обстоятельствах. Ее гибель считается одной из самых страшных трагедий Болливуда. У Диви за плечами осталась не такая уж долгая актерская карьера, но ее невинное лицо, беспрепятственный показ тела и милая внешность на экране сделали ее идеальным секс-символом. В 1988 году режиссер Кирти Кумар, брат Говинды, увидел Дивью на фотографии и решил взять ее в свой фильм, но потом передумал и предложил роль Джухи Чавля. После большого перерыва Дивья снялась у известного телугу режиссера Рама Найду. Фильм стал супер-хитом. Дивья, не прошедшая школьный конкурс, начинала в кинематографе на телугу и привлекла к себе огромное внимание, когда один из ее шести телужских фильмов стал мега-хитом. В этой картине главную мужскую роль исполнял сын продюсера, один из самых известных звезд телужского кинематографа Виктории Венкотеш. Фильм установил много новых рекордов в штате Анхропадеш. Люди увидели в Дивье маленькую копию болливудской дивы номер один Шридеви. После этого хита она получила очень неплохие возможности в телужском кино. Популярность Дивье росла с каждым сыгранным фильмом. Вскоре о ней заговорила вся Индия. На нее палился дождь предложений из Болливуда, и Дивье решает покорять Болливуд. Некоторые продюсеры кинематографа Хинди стали возвращаться и предлагать Дивье главные роли. Она получила свою первую роль в фильме на Хинди и телужскую киноиндустрию поменяла на Болливуд. Первым дебютом Дивье Бхарти в кинематографе Хинди в Болливуде стал фильм Раджи Ларая «Трое разгневанных мужчин 2» или «Души вселенной». Хотя Дивье была трудолюбивой актрисой, все считали, что у нее несносный и непостоянный характер. Она даже порезала себе вены после того, как ее не утвердили на один из фильмов. «Роса и пламя», «Безумная любовь» укрепили ее позиции в Болливуде. По слухам, за успех ей пришлось платить свою цену. Она начала искать выход в наркотиках и алкоголе, даже продолжая сниматься в таких фильмах, как «Души вселенной», «Певец», «Танцовщица Кабарея». В 1992 году она получает награду за лучший дебют «Свежее новое лицо». Ее карьера была на взлете. В фильме, в котором отказалась играть коришма, Дивье попросила только переделать платье, а не тратить деньги впустую на новые наряды. Дивье очень аккуратно относилась к деньгам, но в то же время за съемку в фильме «Раджио Рая Мохра» снималась Сунила Мшетти. Она не взяла ни рупии, потому что Рая сняла с ней вишваванта. У Диви было несколько любовных приключений, во время которых она переходила с одних отношений на другие в поисках любящей души, пока не нашла, наконец, Санжита Надядвалу. Они тайно поженились в мае 1992 года в надежде прожить счастливую жизнь, но брак остался в тайне, вплоть до ее смерти, а судьба уготовила им нечто другое. Это после напряжения в личной жизни и полувоенных дней после взрывов в Бомбее. Дивья погибла в ночь с 5 на 6 апреля 1993 года. Она упала из окна балкона в квартире своего мужа Версовин. За ее гибелью последовал ряд предположений, сплетен и теорий. Был ли это суицид, несчастный случай, убийство? Никто и по сей день не знает правды. После длительного расследования воздействия наследователя, как бы там ни было, ее безвременная кончина в 1993 году шокировала страну. Фильмы «Пешка», «Парень в темных очках», «Дорогая» остались недоснятыми из-за ее внезапной смерти. Когда показали обрывки «Дорогая» с Дивией в главной роли, зрители отметили, что в некоторых сценах Дивия была лучше, чем Шридеви. Шридеви заменила Дивию в фильме. У нее действительно был талант, и впоследствии она могла стать мегазвездой, но судьба распорядилась иначе. Дивия Бхарти бросила школу, когда училась в девятом классе, чтобы дебютировать в Болливуде, но ей никак не удавалось получить роль. Ее родители умоляли многих продюсеров взять на главную роль их дочь, но им везде отказывали. Тогда Дивия отправилась на юг, где наконец получила возможность сыграть в паре с суперзвездой на Телугу Винкантэшем. Дивия начала свою карьеру в 1988 году, но вплоть до 1992 года ей никак не удавалось сняться в кино Болливуда. К тому времени она стала огромной звездой в Толливуде. Первый фильм Дивии Бхарти в Болливуде «Трое разгневанных мужчин 2» прошел весьма средне, а второй с треском провалился в прокате, но ей удалось поймать всеобщее внимание СМИ. Даже перед лицом таких больших неудач Дивия оставалась оптимисткой, а вскоре стала успешной актрисой в отрасли. Ее первый успех – фильм в паре с Говиндой «Роса и пламя». Некоторые из фильмов, которые подписала Дивия Бхарти, но не смогла закончить, стали хитами. Например, фильм «Пешка», который после Дивии подписала Равина Танден в паре с Акшаем Кумаром или «Парень в темных очках». В интернете даже есть несколько видео со сценами из фильма «Дорогая» вместе с Дивией Бхарти. Она снялась в них за несколько месяцев до смерти. Позже эти сцены были повторно пересняты со Шридеви. В день смерти она отменила свою поездку в Хайдарабад, потому что хотела остаться в Мумбаи еще на один день. Она была счастлива, потому что купила квартиру для своих родителей. Последние минуты жизни она была дома со своей близкой подругой, модельером Митой Лулой и ее мужем Игорничной.